украинцы могут остаться без тепла на рождество и новый год там из-за большой задолженности предприятия перед компанией нафтогаз трейдинг тепловики вынуждены перевести свои котельные сети просто в режим протоплен то есть целая города могут остаться без отопления я просто на чтобы наши слушатели те кто нас смотрит на секунду представили чтобы такое не дай бог случилось беларуси да а там люди уже к этому готовятся они понимают майдан товарищ его последствия дело в том что это об этой проблеме говорилось еще в начале октября когда говорили то что отопительный сезон мог вообще не начаться эта проблема она ведь не только касается отрасли нефтегазовой эта проблема неуправляемости государством эта проблема коррупции об этом говорят многие украинские специалисты что президент просто не может ничего сделать в этой сфере что там происходит нафтогаз какое-то количество газа посчитал необходимым вот на этот год как пишут многие так посчитал на глазок да и сейчас говорят о чем возможно несколько сценариев первый это положительный сценарий это знаете какое-то если температура сейчас перейдет на плюс 10 и до конца зимы такой останется до повезет это единственный благоприятный сценарий потому что не угляда нет некоторых на некоторых тэц и тэс угля в 50 раз меньше чем нужно она некоторых у нет практически вообще там же есть доклад и сбу который говорит о том что украинские предприятия в ближайшее время могут остановиться как раз таки из-за нехватки угля да а вот это уже катастрофа которая будет более серьезной чем веерное отключение можно много рассуждать о том страна ли это победивший демократии мы понимаем что нет свободы права воды права но когда ты замерзаешь то или когда у тебя перестает работать предприятие тоже разговоры о свободе и правах найти как-то отходит на второй план и уже и даже не на второй